Исайя, глава 41. Исайя, глава 41. Исайя, глава 41. И сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Вот в стыде и в посрамлении останутся все раздраженные против тебя. Будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, говорит Господь Искупитель твой, святый Израиль. Вот я сделаю тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как Мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр сетим и мирту, и маслину. Насажу в степи Кипарис, Явор и Бук вместе, чтобы увидели, познали, рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это. И святые Израилев сотворил сие. Представьте дело ваше, говорит Господь. Приведите ваши доказательства, говорит царь Якова. Пусть они представят и скажут вам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло. И мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Или сделайте что-нибудь доброе или худое, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы – ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое, и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину. Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, и задолго перед тем, чтобы нам можно было сказать правду. Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов наших. Я первый сказал Сиону, вот оно, и дал Иерусалиму благовестника. Итак, я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. Вот все они ничто, ничтожны, и дела их. Ветер и пустота, и стуканы их. Исайя, глава 42. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народам суд. Не возопиет, и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломлено не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда. И на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя. И поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключений и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей никому иному и хвалы моей истуканам. Вот. Предсказанное прежде сбылось. И новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет. Я возвещу вам. Пойте Господу новые песни, хвалу ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и все наполняющие его острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыни и города ее, селения, где обитает Кидар. Да торжествует живущая на скалах, да возглашает с вершин гор. Да воздадут Господу славу и хвалу его, да возвестят на островах. Господь выйдет, как Исполин, как муж брани, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающие, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера. И поведу слепых дорогой, которой они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие стуканом, «Вы наши боги! Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть! Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычей, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его, и не слушали закона Его. И Он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело у них, но они не уразумели этого сердцем. Исайя, глава 43. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо Я, Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо Я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. С северу скажу отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого Я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестит, кто был от начала. Пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду. А о Моих свидетелях говорит Господь. Вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я. Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог. От начала дней Я тот же, и никто не спасет от руки Моей. Я сделаю. И кто отменит это? Так говорит Господь Искупитель ваш, Святой Израилев. Ради вас Я послал Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшиеся кораблями. Я, Господь Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу в сильных водах стезю, Выведший колесницы и коней войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится, неужели вы и этого не хотите знать? Я провожу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. А ты, Яков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих после сожжения и жертвами твоими не чтил меня. И не заставлял тебя служить я, мне, хлебным приношением, и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонней трости, благовонной, за серебро, и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтобы оправдаться. Правотест твой согрешил, и ходатай твои отступили от меня. Зато я, предстоятель из святилища, лишил священства, а Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание. Исайя, глава 44. А ныне, слушай, Иаков, раб мой, я Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал. Ибо я изолью воды на жаждущую и потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Одни скажут, я Господень, другой назовется именем Якова, а иной напишет рукой своей, я Господень, и прозовется именем Израиля. Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Савовов, я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестит наступающее будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не изданно ли я возвестил тебе и предсказал. И вы мои свидетели. Если Бог, кроме меня, нет другой твердыни, никакой не знаю. Делающие идола все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том, а они не видят и не разумеют, и потому будут пострамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы, все участвующие в этом будут постыжены, ибо их художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, а они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник выбрав дерево, протягивает по нему линию остроконечным орудием, делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедр и берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его, и это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло и разводит огонь и печет хлеб, и из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и езда сыта, а та же греется и говорит, хорошо, я согрелся, почувствовал огонь, а из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, говорит, спаси меня, ибо ты Бог мой. Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы они не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать, половину его я сжег в огне, и на уголях его испек хлеб, и жарил мясо, и съел, а из остатка его сделали я мерзость. Буду ли поклоняться куску дерева? Он гоняется за пылью, обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души свои и сказать, не обман ли в правой руке моей. Помни это, Яков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня. И сглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем. Ибо искупил Господь Иакова, и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя из утробы матерней. Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силой разослал землю. Который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников. Мудрецов прогоняет назад, и знания их делает глупостью. Который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение и изречения своих посланников. Который говорит Иерусалиму, ты будешь населен. И городам иудиным вы будете построены, и развален его я восстановлю. Который без них говорит, иссохни, и реки твои я иссушу. Который говорит Акире, пастырь мой. И он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен. И храму ты будешь основан. Исайя, глава 45. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы. И сниму пояс из чресла царей, чтобы отворяли за тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду перед тобой и гору уравняю. Медные двери сокрушу и запоры железные сломаю. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев, ради Якова раба моего и Израиля избранного моего. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это. Крапите небеса свыше, и облакада проливает правду. Да раскроется земля и приносит спасение. И да произрастает вместе правда. Я Господь, творю это. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок и черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук. Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня. Так говорит Господь Святой Израиль и Создатель Его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих, и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я. Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их я дал закон. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих. Не за выкуп, не за дары, говорит Господь Савауф. Так говорит Господь. Труды египтян и торговли эфиоплян и совейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобой и в цепях придут, и повернутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно. Ты, Бог сокровенный, Бог Израилев, спаситель. Все они будут постыжены и постромлены. Вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным Господи. Вы не будете постыжены и постромлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Якова. Напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите. Приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола. И молятся Богу, который не спасает. А объявите и скажите, посоветовавшись между собою. Кто возвестил это из древних времен наперед, сказал это. Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь и будете спасены. Все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено. Мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все враждовавшие против него. Господом будет оправдано и прославлено все семя Израилева. Исайя, глава 46. Пал, вил, низвергся него и стукана их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглась, пала, пали вместе. Не могли защитить носивших и сами пошли в плен. Послушайте меня, дома Яковлев, и весь остаток дома Израилева. Принятые мною от шрева, носимые мною от утробы матерней. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Кому уподобите меня и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны. Высыпает золото из кошелька и весят серебро на весах, и нанимает серебряника, чтобы он сделал из него Бога. Кланяется ему и повергается пред ним. Поднимает его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается. Кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это отступники к сердцу. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу его в исполнение. Предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко. И спасение мое не замедлит. И дам Сиону спасение, Израилю, славу мою. Исайя, глава 47. Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле, престола нет, дочь Халдеев. И вперед не будут называть тебя нежной и роскошной. Возьми жернова и мели муку. Сними покрывало твое, подбери подол. Открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Савов, имя Ему, Святой Израилев. Сиди молча и уйди в темноту, дочь Халдеев. Ибо вперед не будут называть тебя госпожою царств. Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои. А ты не оказала им милосердия. На старца налагала крайне тяжкая ига твоя. И ты говорила, вечно буду госпожою. И не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушаю это изнеженное, живущее беспечно, говорящее в сердце своем, я и другой подобной мне нет. Не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей. Но внезапно в один день придет к тебе то и другое, потери детей и вдовства. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. Ибо ты надеялась на злодейство, то и говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они избили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем, я и никто, кроме меня. И придет на тебя бедствие. Ты не узнаешь, откуда оно поднимется. И нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе? Может быть, устоишь? Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома. Огонь сожег их. Не избавили души свои от пламени. Не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасает тебя. Исайя, глава 48. Слушайте это дом Иакова, называющийся именем Израиля и происшедший от источника Иудина, клянущийся именем Господа и исповедующий Бога Израилева, хотя и не поистине, не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева. Господь Савовов имя Ему. Прежнее я задолго объявлял. Из моих уст выходило оно. И я возвещал это и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому я объявлял тебе задолго, прежде, нежели это приходило. И предъявлял тебе, чтобы ты не сказал, Идол мой сделал это. Истукан мой, изваянный мой, повелел этому быть. Ты слышал? Посмотри на все это. И неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне. И не задолго, и не за день. И ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал, вот, я знал это. Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником. Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот, я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы мне нарекание на имя мое? Славы моей не дам иному. Послушай меня, Яков и Израиль, призываемые мною, признаны. Я тот же, я первый, и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распространила небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберите все и слушайте, кто между ними предсказал это. Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном, и явит мышцу его над халдеями. Я, я сказал и призвал его. Я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух его. Так говорит Господь Искупитель твой, святый Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы, как песок, и происходящее из шресла твоих, как песчинки. Не изгладились бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласно радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли, говорит Господь. Говорите, Господь искупил раба своего Якова. И не жаждут они в пустыне, через которые Он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды. Несчастивым же нет мира, говорит Господь. Исайя, глава 49. Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от шрева, от утробы матери моей называл имя мое. И садял уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и садял у меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня. И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и в отче истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне, говорит Господь, образовавший меня, от шрева в раба себе, чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь Искупитель Израиля, святые его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов, цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя. Так говорит Господь, Во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе. И я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное. Сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажить их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам. Вот. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот. А одни придут издалека, и вот. А одни от севера и моря, а другие из земли сети. Радуйтесь небеса и веселись земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой, и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына, чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот. Я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои, посмотри вокруг. Все они собираются и идут к тебе. Живу я, говорит Господь. Всеми ими ты облечешься, как убранство, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины твои и пустыни твои и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей и поглощавшие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе. Тесно для меня место. Уступи мне, чтобы я мог жить. И ты скажешь в сердце твоем, кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возрастил их? Вот, я оставалась одинокою. Где же они были? Так говорит Господь Бог. Вот, я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам. И принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими. Лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих. И узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Может ли быть отнято у сильного добычи и могут ли быть отнято у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь. И плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена. Потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. И притеснители твоих накормлю собственно их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином. И всякая плоть узнает, что я Господь, спаситель твой, и искупитель твой, сильный Иаковлев. Исайя, глава 50. Так говорит Господь, где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее? Или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка остала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот, прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню, рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком, и вретище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое как кремень. Я знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня, кто хочет состязаться со мною, встанем вместе, кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне, кто осудит меня, вот все они как одежда, обветшают, моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается глаз о раба его. Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигателями стрелами, идите в пламени огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей. А мученики в мучении умрете. Исайя, глава 51. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на врама отца вашего и на стару, родивший вас, ибо я призвал его одного и благословил его и размножил его. Так, Господь утешит все он, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем словословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой, поставлю воссветы для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы, а острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обвешает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей и злословия их, не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня, восстань, как в дни древние в роды древние, не ты ли сразила рава, поразила крокодила, не ты ли иссушила море воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, что упрошли искупленные, и возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их, они найдут радость и веселье, печали и вздохи удалятся. Я, я сам утешитель ваш, кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса, основавшего землю, и непрестанно, всякий день, страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить, но где ярость притеснителя, скоро освобожден он будет пленный и не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе. Я, Господь, Бог, твой, возмущающий море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя его, и я вложу слова мои в уста твои, и только руки мои покрою тебя, тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, и сказать Сиону, ты мой народ, воспряни, воспряни и восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дня чашу опьянения, осушил, некому было вести его из всех сыновей рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он возрастил, тебя постигли два бедствия, кто пожалеет о тебе, опустошение и истребление, голод и меч, кем я утешу тебя, сыновья твои из немогли, лежат по углам всех улиц, как серных тенетах, исполненная гнева Господня, прещение Бога твоего, и так высушая это, страдалец и опьяневший, но не от вина, так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ, вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи ищешь ярости моей, ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе, поди ниц, чтобы нам пройти по тебе, и ты хребет твой дел, как бы землей, и улицей для проходящих, Исайя, глава 52, восстань, восстань, облекись в силу твою Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святой, ибо уже не будет боли входить в тебя необрезанный и нечистый, отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепь шеи твоей пленная дочь Сиона, ибо так говорит Господь, за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены, ибо так говорит Господь Бог, народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что, и теперь что у меня здесь, говорит Господь, народ мой взят даром, властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно всякий день имя мое бесславится, поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал, вот я, как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящему Сиону, воцарился Бог твой, голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион, торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, его утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим, обнажай Господь, обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего, идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь с нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни, ибо вы найдете, выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас, вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится, как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько было безображен паще всякого человека лик его и вид его паще сынов человеческих, так многие народы приведет он в изумление, цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали.